Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Добрый день. Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове на часах 11.06. Сегодня пятница и ведут программу по традиции в этот день Николай Голиков и Владимир Сметанин. Да, напоминаем, что дневной разворот по пятницам у нас продолжается один час. А с 12.05 у нас начинается программа «Культпоход», где мы вас угощаем самыми разнообразными блюдами из мира культуры. Эк, как ты сегодня образно сказал. То есть мы разыгрываем ваши выходные дни, предлагаем вам билеты на всевозможные культурные мероприятия, на выставки, в театры. Кроме того, книги и все. Все, короче, очень хорошее. Но для того, чтобы это получить, вам нужно будет дозвониться по телефону 210-211-101. Никогда его не запоминаю. 211-101 и ответить на наши очень замысловатые вопросы. Ну и, конечно же, у нас будет интересный гость. Сегодня у нас будет такая основная киношная тема. К нам придет Александр Сухарев. Это менеджер кинопроката «Содружество кинотеатров. Смена и дружба». Будем его ждать. Но это в культпоходе. Ой, вот сейчас мы до начала программы. С Николаем активно обсуждали вчерашнюю непогоду. Обсуждали, потому что наш гость попал в полку и чуть-чуть. Под конец апреля. Едва-едва успел к нам в эфир. Да, потихонечку, конечно, город приходит в себя. Ну, по сравнению со вчерашним тем, конечно, сегодня так получше уже. Ужасная, конечно, вчера ситуация была. Давайте перед тем, как представить гостя, я, наверное, важную все-таки информацию сообщу. На сайте городской администрации она размещена. План Буранта у нас, оказывается, продолжается. Он не отменен. Вот городская администрация нам об этом говорит. По словам руководителя городского Александра Перескокова, вчера у нас в городе выпало до 40 сантиметров снега. Это не 20 апреля, это 20 февраля, наверное, да? Даже не февраля, я не знаю, у нас в феврале столько снега никогда не падало. Снова раскритиковал глава администрацию работы подрядчиков. Очистить от снега закрепленные за вами улицы вы не смогли. Центр города утопает в снегу. Значит, работа проведена неудовлетворительно, сказал Александр Викторович. Ну и вот, насколько мы понимаем, сейчас каждые три часа подрядчики обязаны докладывать в администрацию городскую, как они работу проводят. Ладно, в любом случае, весна грядет, и на следующей неделе нам уже такие серьезные плюсовые температуры обещают. Итак, наш гость, который все-таки успел. Спасибо, что успели. Владимир Карабанов, координатор проекта в Кировской областной организации «Знания». Владимир Иванович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Не так давно, я напомню, Владимир Иванович был у нас в гостях. И мы рассказывали, вернее, говорили с ним о таком интересном проекте, как «Театр для пожилых». И вот тогда, в ходе нашей беседы, вкратце, Владимир Иванович упомянул о всероссийском конкурсе «Активное поколение». И сегодня мы пригласили его для того, чтобы подробнее поговорить об этом проекте. Как я понял, он уже стартовал этот конкурс, да? Он уже стартовал. Совершенно справедливо. Ну, сразу скажем, что конкурс, его целевая аудитория – это люди пожилые. Именно старшего поколения, либо пожилые, либо серебряные. Как сегодня принято говорить. Мудрое поколение. У нас, кстати, по этому поводу, Владимир, не забудьте, есть опрос на сайте. Ну, не совсем по этому поводу, но очень близко. По этому поводу, как раз по поводу нашего мудрого поколения. О бабушках и дедушках. То есть вопрос поставлен так. Общаться с бабушками и дедушками на разные темы. И три варианта ответа. Я обожаю, я люблю, но в меру. Ну и третий такой жесткий. Ненавижу. Что у нас там, Володь? Лидирует вариант ответа и на сайте хакирова.ру, и на странице ВКонтакте. Люблю в меру по 70%. Я, наверное, так же точно ответил. Я вот обожаю, например, общаться с людьми старшего поколения. У меня вот сын обожает просто общаться с бабушкой и с дедушкой. Я в детстве тоже обожал с ними общаться. А сейчас как-то я люблю, но все-таки уже в меру. Это очень интересно. Это кладезь знаний. Такой опыт. Вот я помню, частенько общался, когда было время с моим соседом, дядя Песь, который уже ушел из жизни. Он рассказывал мне, как вот застраивался этот район, как высаживались деревья, как раньше жили. Очень интересно слушать. Голосуйте. Может, что и изменится. Я понимаю так, что я начинаю любить общаться в меру, потому что сам в это поколение ухожу. Не забываю, уже до пенсии совсем недалеко осталось. А я-то как раз сам дедушка. Поэтому нам-то, наверное, все больше интересно общаться как раз наоборот. Давайте к активному поколению. В чем суть данного проекта? Как долго он вообще уже проводится? Во-первых, вы правильно сказали, что он стартовал 13 апреля. Он стартовал. Поэтому уже был, вот вчера, он заранее был объявлен, вебинар. То есть организаторы этого конкурса. А теперь его уже и мы называем федеральная программа. То есть на федеральном уровне. Потому что 42 территории России, вот в прошлом году они вышли на территорию России, как вот я тогда уже говорил. А сегодня 42 территории. Половина уже. Да, то есть представьте себе, значит, участвует в этой программе, которую учредили благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Ну вот, если говорить официально, он существует с 2006 года, ну, начал работать. Хотя они там около 25 лет уже занимаются благотворительностью. А вот в таком виде, в котором он сегодня существует, тогда он назывался Ладога. То есть он был образован в Москве, но больше работал на северо-запад России. То есть Питер и окружающие тут территории Ленинградская область. А в прошлом году вот ПФО, и в том числе наша область подключилась. Сегодня это вот, считайте, да, вы совершенно правильно. Да, половина России. Половина России, 85 регионов, 42 из них все участвуют. Да, а цель этого конкурса, она достаточно четкая поддержка проектов, которые активизируют жизнедеятельность пожилых людей старшего поколения. То есть не прийти и дать им чего-то, а вместе с ними что-то сделать. То есть выслушать их инициативы, чего им хочется, да, и поддержать в том числе. Проект, раз проект, следовательно, это определенные написания, сами знаете, что такое. Это, кстати, одно из самых усложных частей. То есть идея это быстро, а вот написать это довольно сложно. Поэтому в данном случае предложено участвовать, и вот это было впервые, положим, представляется мне на территории России, наряду с муниципальными государственными учреждениями. Это может быть учреждение культуры, социальные защиты, здравоохранение. То есть не исключая. Да, и образование, в принципе, наверняка. Это уже хорошо. Дальше это НКО, понятно, да, не коммерческие организации все. Но что было новым, это были инициативные группы. А вообще даже вот не оформленные, просто не оформленные. Мы собрались втроем и решили, да, поучаствовать. Вот это был большой шаг и очень расширенная возможность инициативы самих граждан. Три человека объединились, между собой согласовали, то есть определенный документ должен быть. Кто-то из них берет на себя роль старшего или руководителя. Ну, единственное, что надо было, поддержку. Простите, но это на самом деле уникально, да, потому что мы же знаем, во многих других федеральных проектах государство требует от тебя, то есть спрашивает тебя, ты вообще кто, ты вообще кто, с кем мы имеем дело. Вы просто собрались и вот решили что-то? Не, не, вы что? Вот я на самом деле, по-моему, первый раз такое слышу. Вот такая уникальная черта данного проекта. Да, это вот было именно очень интересно, позитивно и, ну, как угодно сказать. А самое главное, это обеспечивало возможность вот инициативным людям проявить себя и, значит, написать проект. Ну, а, конечно, поддержка это через, вот, координаторов, операторов. У нас это Самара и их главенствующая роль в оказании консультативной. Мы имеем в виду ПФО? Это ПФО, но у нас 10 территорий входит, не все, а, значит, пока только 10 территорий. И плюс координаторство мы, вот, операторы региональные. То есть, как общество знания знали? Общество знания, да, как региональный оператор берет на себя, и в прошлом году мы эту работу активно проводили, это консультации. Вот они уже начались. Уже начались. Со вчерашнего вебинара, ну, фактически уже можно было после 13-го обращаться. Вчера очень подробно, вот, Ленинград и Самара давали для всех, кто, у кого был компьютер, кто записался. Ну, знаете, это формат вебинара. Семеновича с компьютером. Активный, да, активный обмен. Задавали вопросы, отвечали очень подробно, потому что Питер работает раньше. Они, по-моему, с 10-го года сразу и начали работать. А Самара с прошлого года. С прошлого года. То есть, и мы, соответственно, как привязанные к Самаре, тоже с прошлого года начали этим заниматься. Поэтому у нас на сайте уже выложено, значит, пакет документов, которые необходимы для участия. И дальше мы консультируем. То есть, это может быть в виде в письменном, то есть, писать. Или в телефонном разговоре. И еще, значит, в визуальном контакте. Но это уже надо согласовывать. В принципе, если это вопрос, вот у нас, мы создали мы инициативную группу, да? Вот мы хотим, да? У нас есть идея прекрасная, мы хотим, но не очень знаем, как это сделать. То есть, мы можем либо позвонить, либо по электронной почте вопрос задать свой. Либо прийти. Либо прийти, но заранее согласовав какое-то время. И нам как бы разъяснят, что и как дальше делать. Конечно, без сомнения. Возрастной ценз-то есть, да, все-таки, вы говорили в прошлом раз? Возрастной ценз для написания? Да. Нет. Нет, нету? Нет. А для участия? Вот эти группы инициативные. Это, видимо, на целевую аудиторию, там, как бы, должно быть рассчитано на определенную. А участие-то могут любые, да? Любые. То есть, речь только идет о том, что целевая группа, это, во-первых, люди пожилые, но они не должны сидеть на лавочке и ждать, когда их принять. Нет, просто я хочу понять, насколько пожилые. Это как принято у нас пенсионный возраст, 55-60 лет? Ну, это да, это, конечно. То есть, если говорим о старшем поколении, точка отсчета, наверное, стартовая должна быть. То есть, это 55-й старше дамы и 60-й старше мужчины. Пока законодательство так ведь построено. Вот, а вот ограничения дальше по возрасту такого не существует. Ну что, сделаем маленький перерывчик. Давайте, да, пауза небольшая. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем нашу беседу с Владимиром Карабановым. Это координатор проектов Кировской областной организации «Знайный». Вот такой замечательный проект. Конкурс «Активное поколение», стартовавший буквально на днях. Еще раз напомним суть. Самые интересные идеи, инициативы по, ну так сказать, по улучшению, по тому, чтобы разнообразить жизнь пожилого поколения. Вот мы выяснили, что подавать заявки могут любые желающие, но все-таки целевая аудитория — это как раз люди в возрасте. Люди в возрасте. Продолжаем. Я бы еще такой акцент сразу сделал, что именно, почему я говорил, что не сидеть на лавочках, а чтобы в реализации этих проектов, в этом и смысл всей программы, участвовали сами пожилые люди. То есть есть какие-то преимущества у тех, кто сделает программу, скажем так, для какого-то активного участия в ней пожилых людей? Это мнение. И прежде всего оценивает, когда будет вот межрегиональная экспертная комиссия оценивать проекты, которые туда попадут, именно с точки зрения. То есть, либо это пассивное, что мы придем и сделаем вам чего-то. Станцуем вам с пляшем, разве что ли вы делаете? Да, станцуем с пляшем, споем там и так далее. Либо это мы сделаем сами. И вот, как вчера говорила межрегиональный координатор Татьяна Акимова, вот эта фраза, вот я ее могу повторить, что либо мы меняем мир для старшего поколения, либо, и это предпочтительнее, меняем мир вместе. Вместе со старшим поколением. Вместе со старшим поколением. Поэтому вот в этом году, вот я принес вот сборничек, то есть это мы сделали свой кейс вот этих практик, проектов победителей. Это которые уже участвовали, победили, выиграли, значит, вот этот конкурс. Прошли через два уровня экспертной комиссии региональной и межрегиональной. Получили денежки и реализовали. Ну, безусловно, надо поговорить о том, что за проекты-то были реализованы. В прошлой нашей встрече вы немного говорили, приводили для примера. Потому что это соориентировать тех людей, которые... Да, чтобы дать понять, чтобы дать понять, какой уровень, да, что-то сфера. А вот я тогда, может быть, сейчас и скажу, что мы специально его и сделали-то для вот будущих, то есть тот, кто будет участвовать. Поэтому он у нас существует уже сейчас в электронном виде. На сайте знания. Значит, на сайте еще нет пока, мы его только-только, вот он, скажем, тепленький, да. А мы сейчас, вот я тоже его как презентую, но не скажу дату. Мы, вот вебинар сейчас прошел, старт есть. Мы сейчас где-то в ближайшее время проведем, ну, формат либо круглого стола, либо семинара для всех, во-первых, кто участвовал у нас в 16-м году, даже и не победители. Если помните, Владимир, 36 проектов у нас участвовали, они все добрые. Они все могли быть вот в этом... Ну, победителей меньше. А победителей 10. Да, мы так решали, у нас и оказалось, среди всех территорий было больше всех заявок и больше всех победителей. У Кировской области, да? У Кировской области, да. Здорово. Поэтому это нынче отмечено было вот на итогах и так далее, что мы, в общем, сработали лучше всех на информационном вот этом режиме. И для нас, вот, например, это очень интересно, что фонд Тимченко в формате этой программы объявляет еще и журналистский конкурс. Вот в этом году? В этом году он будет, да. Давайте поподробнее. Это нас уже так чисто лично касается. Конечно, конечно. То есть речь идет о публикациях вот по активному поколению. То есть это, конечно, должно быть связано с самой программой. Поэтому, ну, с чего как бы начинать-то? Вот оно есть положение. Оно размещено на сайте и нашим, и оно размещено на сайте Самарской благотворительной организации «Хорошие истории». И на сайте самого вот фонда Тимченко. То есть это все доступно. То есть это можно у вас на сайте посмотреть, да? Конечно, конечно. И далее вот... Придется зайти сегодня? Ну почему-нибудь нет. В июле месяце он уже будет официально, значит, ну, все прописаны его, значит. Ну и вот уже даже сразу нам проговорили, ну, призы, которые... Это, конечно, грамоты. Больше вот, ну, будут определенные деньги, но я сейчас не буду об этом говорить. Но грамоты от фонда Тимченко, от Самары. Конечно, это... Да, и еще два-три победителя, то есть вот этого конкурса, будут участвовать в ежегодной, вы, наверное, об этом слышали, крупной очень международной конференции. Она обычно в октябре проходит, когда День пожилых людей в Москве, да, была... Вот я один раз был, ну, вместе там. Это очень крупная, очень достаточно много стран бывает. Общество для всех возрастов. То есть и журналистов, вот победители пригласят туда. Ну давайте вот к этому сборничку-то вернемся. Вот вы сказали, что будет что-то вроде презентации. Да, и, значит, мы его дадим в электронном виде всем. Ну, сделаем вот сколько, да. То есть вы сказали, что пригласите всех, кто в прошлом году участвовал, да? В прошлом году, да. И всех, кто планирует участвовать в этом году. То есть, да, для этого мы и хотим, во-первых, проинформировать там же и поощрить тех, кто хорошо сработал в 2016 году. Тем более, вчера на вебинаре проговаривали. Знаете, какую перспективу очень интересную? Задавали вопросы, можно ли продлить? Продлить? Да. У всех же есть у этих проектов перспектива. Следовательно, можно ли еще... То есть проект, который в том году победил, но он как бы, по идее, по срокам закончился, как-то бы его продлить, потому что он хорошо работает. Да, да, да. Ну и что? Да, ответили, если мы покажем, что мы, опять же, не хотим что-то купить, чтобы играть этим. А вот чтобы это дало возможность... То есть, в принципе, люди, победившие в прошлом году, они смогут как бы на этот конкурс со своим же проектом снова заявиться, так получается? Ну, да, возможно, но ведь вы не забывайте, как я уже сказал, будет, значит, вот мы сейчас как раз формировать будем и хотим пригласить представителей СМИ в нашу команду экспертной комиссии. То есть, их будут все проверять, смотреть, и если на, как говорят, преимущество на фоне других проектов должно быть явным. Ну, а тот, кто не победил в прошлом году, вот сколько, большинство этих, получается, 26, 26, они с этими же проектами в этом году имеют право тоже заявиться, да? Конечно, конечно, конечно. Они наверняка уже изъявили такое. У них уже, да, у них уже все-таки они прошли вот этот... Год был, они уже поняли, что-то можно, может быть, скорректировать там, да, чтобы вот это преимущество обозначить свое перед другими. То есть, у них как раз, по-моему, хороший шанс. В прошлом году около 30 у нас было, даже более, по-моему, очных консультаций и звонков телефонных очень много. Я вот там не буду называть, но по одному проекту он, к сожалению, не прошел. Но я лично больше 20 раз по телефону консультировал. Консультировал. Ну, что делать? Давайте познакомим все-таки с теми делами, которые были... Ну, с какими-то, да, проектами, которые осуществлены. Особо характерные. И еще сразу скажу, если, может, ну, там и слушают, что преимущество, вот то, которое мы уже в прошлом году его, ну, как бы, провели, это было инициативные группы. Их у нас было больше, чем где-либо. В заявках 11, и здесь из 10 было 4. Вот. И это сельские районы. То есть, фонд Тимченко нацеливает вот эту свою помощь на... На сельские территории. На сельские территории. На сельские территории. На глубинку, на глубинку, да. У сельских территорий есть определенное преимущество. Ну, конечно, да. Ну, а сельские территории, мы сейчас понимаем, в каком состоянии там культура находится, там проблем-то много. Это я к тому, о чем... И не только к культуре, конечно. Да, конечно, это и отдаленность, это дороги, это много-много чего. И доступность. Доступность там, услуг и так далее. Так вот, это проект, например, был в Даровском у нас. Бабушки-выручалочки. 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 Замечки. Замечки. Обучили. То есть, это, естественно, были добровольцы. Вот на финише сразу могу сказать, 12 бабушек было обучено. Выделено помещение. За счет вот этих... Чему обучили? А? Чему обучили? Ну, как вот в отчете. Можете потом тоже посмотреть. Конечно, обязательно посмотрите. Это педагогика, это психология, детство, это логопедия, там, ну, пусть чуть-чуть. То есть, чтобы бабушки-выручалочки могли профессионально работать со своими внучатами? Именно нет. Ну, и со своими это хорошо, это тоже. А именно школа была, бабушек, чтобы можно было, почему выручалочки-то, выручить вот любую другую семью. А, понятно, если, например, маме младенца надо куда-то отлучиться, ну, не младенца, ну, ребёночка. Ну, логопедия как-то сразу представляется ещё, обычно это совсем маленький ребёнок. То есть, можно эту бабушку-выручалочку пригласить, и она и посидит, и обогреет. Либо пригласить, либо для этого, я уже сказал, было выделено помещение, и оно сегодня уже существует. То есть, можно просто своего ребёнка туда отвезти, уходу, говорят, а там уже будет бабушка-выручалочка, и с ним она повозится. То есть, есть площадочка. — Ещё раз, где вы сказали? — Даровской район. — Даровской район. — Село какое-то? — Нет, это Самдаровской. — А, Самдаровской. — То есть, вот это было интересно. — Тоже район довольно-таки далёкий, да. — Да. Потом, вот, очень интересный проект был, как дома. Это Вятские поляны. Но здесь, как бы, другой формат. Это люди, которые проживают в стационарном отделении, ну, центра социального обслуживания, вы представляете? — Ну, да. — Я просто 20 лет в соцзащите проработал, создавал эти центры. И с нашей командой. Так вот, это стационарное отделение. Только не дом-интернат, где 400 человек живут. А где живут там 20-40 человек. И вот всё равно это же ведь казённое. — А проект вот этот был направлен, чтобы эти люди почувствовали себя в домашних условиях. — Каким образом? — И вот, скажу, вот они, например, сделали себе зимний сад. То есть, они могут ухаживать. Конечно, где-то это можно и на улице, но у нас ведь зимы-то сами знаете сколько. — Ну, в Гадских полянах всё-таки потеплее чуть-чуть. — Потеплее, но всё равно ведь. — Это ж не Сочи. — Не Сочи, да. Ой, не Сочи. — И потом, например, завели они семейный альбом. То есть, ну, в каждом доме, в каждой семье ведь есть. Несмотря на сегодня все эти гаджеты, да. — Гаджет — штука ненадёжная. — Вот, вот. Открыл, посмотрел. — Показал, когда к вам кто-то пришёл, приехал. Точно так же они вот создают и сегодня создают. Они же продолжают эту работу. И приятно. То есть, фотографируются совместно. Дальше у всех есть внуки. Там вот сейчас мы только говорили. Тут много было одиноких. И кадетский класс в школы в Гадских полянах, значит, взял шефство. — То есть, как бы такие внучата у них появились? — Внучата появились. — Это всё один и тот же проект. — Это вот всё в рамках дома. — Как дома, да. А потом, вот то, что зацепили они, может быть, там, мы когда-то привезли и давали информацию, я в Самаре об этом услышал. Виртуальное путешествие, виртуальное турбюро. Побывать в Париже, в Лувре и так далее. Для этого нужен видеоряд. Значит, хороший экскурсовод, который сам сначала всё это прочитал, изучил. И вот они ездят. Ну, в кавычках. — Понятно, понятно, понятно. — То есть, вот ещё набор вот таких вот, ну, вроде бы простых ведь. — Но тут продолжать можно бесконечно. Просто какие ещё придумываются. — То есть, просто если представить себе такой нормальный дом, да, сколько там всего, и это всё вот так перенести. — Да, и вот даже по фотографии можно смотреть, вот, которые мы здесь разместили, ну, иллюстрации, как им хорошо. Ну, и вот я бы ещё отметил Черковские вечера. Это на Линск. — На Линск, да. По Черкову понятно, по фамилии сразу. — Оказывается, я вот, ну, в стыду, наверное, даже не знал, что, ну, где-то слышал, что были крутится-вертится шар голубой, что у них был фестиваль. — Да, фестиваль они проводятся, по-моему, все пора. — Ну, оказалось, проводили-то его, вот, этот двор и этот дом. Вы-то, вот видите, лучше меня владеете, естественно, как журналист. Оказалось, что там люди собирались чуть ли не на проезжей части. — То есть, не было места хорошего. — Не было места, это создавало опасность. — А там когда-то была беседка. Вот в этой беседке ещё совсем юный, значит, Борис, ещё не Петрович, наверное, просто Боря. Играл на гитаре, пел. Знаем его все, все его голос, значит, да, и так далее. И вот идею вот эту. — То есть, они беседку восстановили? — Они её на голову, там не было никакой беседки. — Ага, то есть, они построили заново? — Да, там, во-первых, начали, там вот даже фотографиями смотрели, мусор там был. Вот. Сегодня там беседка. Всё тут облагородили и так далее. Есть у них проекция дальше, они хотят и памятник поставить. Приезжала дочь на открытие фестиваля. Очень благодарна была, что вот не только помнят, но ещё и... И там уже сегодня, вот и летом собирались поэты. Ну, в общем, вот... — Душевно, в общем, получилось. — Место для интересного общения такого, да? — Очень душевное, да. И тут уже подключилась администрация. Здесь что ещё важно в этих проектах-то? Когда люди идут снизу от инициативы и так далее, как там? Волей-неволей, ну, или, может быть, волей, администрации и так далее. — Подключается уже как бы-то подключается. — Подключается и помогает. Менее активно, более активно. И получается вот то, о чём мы везде говорим, партнёрство. И уже не для галочки. — У администрации ведь там есть один из пунктов, всё-таки, наверное, как-то, если есть инициатива, то надо. Они обязаны это делать, да? — Они должны поддерживать. — Должны поддерживать, да. — К сожалению, это не везде происходит. — Хорошо, что на Линске получилось. — Владимир Иванович, простите, у нас реклама сейчас будет. Реклама, мы сбегаем на пару минут. Да, я успею вам воды налить сейчас, кстати. — Спасибо. — Вернёмся. — Ага. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Дневной разворот продолжается. Ведут программу Николай Голиков. — И Владимир Сметанин. — Да, и у нас в гостях Владимир Карабанов, координатор проектов Кировской областной организации «Знания». Всероссийский конкурс «Активное поколение». О нём мы сегодня говорим. Вот сейчас, на протяжении последних минут, Владимир Иванович рассказывал о тех проектах, которые были в прошлом году реализованы. Совершенно замечательные. — Замечательные. — От бабушек выручал. — От бабушек выручал. Мы тут в восторге прям. Хочется ещё узнать, Владимир Иванович, что интересного. — Мы вас немножко перебили, когда хотели сказать, что вот ещё один интересный проект. — Да, ещё вот он не один даже, их два таких, потому что разного направления. Вот вчера, когда там вебинары показывали нашу область, то показали, что у нас практически самый широкий спектр был. То есть это и благоустройство, вот, например, там Белой Холуницы, и вот то, что я вам назвал в Налинске, да. Это здоровый образ жизни. То есть это у нас вот «На зарядку становись», и второй «Кузница», нет, всегда всё путаю. — На зарядку становись. — Котёл здоровья. — Котёл. Это котельнич, наверное. — Это котельнич, да. — Котельнич, по слову котёл можно понять, да. То есть, во-первых, и здесь вот, как вчера там спрашивали, можно ли обучать просто вот там типа методику там и так далее. То есть на все 100 тысяч вот издать там какую-то книжку. — Подождите, подождите, 100 тысяч — это вот как раз сумма. — Ну она, да, в прошлом году была 100 тысяч, сегодня 120. — Это фобограмма, да? — Сегодня увеличили, да. То есть 120 для юридических лиц, это учреждения и так далее, как я уже говорил. А для инициативной группы 25 тысяч. — Двадцать пять. — Двадцать пять тысяч. Там единственное есть, ну это всё прописано вот вчера. — В положении, в положении, в котором вы уже рассказали. — И я вот если, ну там слышу, то обращаемся, ну это и мы будем говорить и на семинаре. Дорогие, при любом ведь раскладе внимательно читайте от первой до последней строчки положение. Вот вчера так же, когда эти координаторы там разъясняли всё, чтобы вот если бы прочитали бы... — То не спрашивали бы, да. — Да, вот это ведь очень часто, наверное, вы тоже с этим вот где-то встречаетесь. — Либо не дочитал до конца. — Да, я вот недавно на штраф летел, из-за того, что не очень внимательно закон прочитал. — Ну вот видите. — Прочитал, но не весь. Одну срочку не заметил и 500 рублей. — А здесь с денежкой связано. — Да, здесь тоже с денежкой связано, которую тебе дадут. Поэтому я просто напоминаю, что инициативная группа всё равно должна себе кого-то искать поддержку. То есть это может быть НКО, это может быть государственный... — А может предприниматель быть какой-то, нет? — Ну, видите, здесь коммерческая структура, значит... — Нет, ну я имею в виду, что, смотрите, он может получить грант 25 тысяч, да, вот инициативная группа, но они смогут в этот грант, например, добавить денег от какого-то предпринимателя... — Ой, это вообще приветствуется фондом, приветствуется на очень таком серьёзном уровне, значит, то есть вот это вот софинансирование, нет предела. А я-то имею в виду, независимо здесь, кто даст свой счёт, то есть чтобы денежки, они не могут быть перечислены физическому лицу, а они должны где-то аккумулироваться. — То есть надо какое-то либо НКО, либо госучредитель, лучше НКО, наверное, проще. — НКО, ну нет, почему? Центр соцобслуживания, вот, пожалуйста, те, которые работают с пожилыми активно. — А с другой стороны, 25 тысяч рублей, если взять сельскую местность, вы знаете, это очень значительное средство. — Это несколько зарплат. — Ну, да, это очень значительное средство, потому что там таких денег-то в это не вкладывают просто сейчас. — Вот, реализовали. А там ведь ещё и плюс, та работа, которую вчера тоже вот вопросы задают, как оценивается работа добровольцев или волонтёров. То есть плюс ещё ведь сами покрасили, сами доски приколотили. Вот в Белой Холунице одно из средств для достижения цели было приобретение этой пилы, ой, говорю, пилы, газонокосилки. — Газонокосилки. — Газонокосилки. — Вот это вот банальная конструкция, в том числе можно и... — Очистка территории, они там как бы место такое, где типа Парка Победы. Вот, место, где сегодня встречаются там. И, значит, или вот в Кирово-Чапецком районе это называлось, вот этот он у нас, единственный такой, Марковская мольба. То есть взяли традицию, там очень издавна, ну, молились о дожде там и так далее, засухи, чтоб не было. — Это не они нам вчера намолили такую погоду? — Не знаю, вроде бы они по-доброму там хотели. И, ну, это, это и содружество поколений, это и совместная работа. И поэтому вот все вот эти проекты-то, почему я вот и на итогах в Самаре говорил, что вот из 30-ти до 6-ти, так, ну, как минимум, ну, может быть, 30, значит, они тоже были достойны. Ну, естественно, все это по-разному оценивается. — Ну, как пелось, пляников сладких всего не хватает. — Вообще, велика ли команда-то, велика ли команда, которая работает с нашими инициативными людьми? Или только все это на вас? — А, команда — это общество знаний, во-первых, да. Вот координатор проекта — это Шитько Наталья Ивановна. — Руководитель. — Она руководитель общества знаний, образовательно-просветительской общественной организации знаний. А я в данном случае, в этом вот году, я выступаю волонтером или добровольцем, добровольным помощником вот в координаторстве этого проекта. — Как думаете, сколько в этом году будет заявок? Уже есть какие-то прогнозы? — Владимир, не буду загадывать, потому что вот мы как раз сейчас, когда у нас был для нас, для координатора, вебинар, то есть там бы получалось, и я вот это не скрываю, я говорил это и там, где были представители Тимченко, что вот мы в прошлом году лучше всех провели информационную кампанию, потому что... — А в чем суть была, в чем заключалась информационная кампания? — А чтобы дойти до всех. Вот оказалось, что по-другим, когда итоги проводили, где-то не сработали советы ветеранов, где-то пресса на них не сработала, чуть ли там... — То есть эти каналы задействовались? — И администрации. У нас на нас сработали все, как я тогда уже говорил, начиная от правительства области и советы ветеранов, соцзащита, министерства социальной защиты. И это я так представляю, отсюда идет. И получили все информацию. И плюс еще через совет НКО, через Олега Ткачева. — То есть нам помогают, работая мы вместе. — То есть информация доведена до максимального. — Общественная палата, да. И я был удивлен, когда говорили, вот, нас не поддержали и так далее. А мы ее провели, у нас 36. Но на финише-то мы ведь не могли все 36, поэтому нам пришлось выбирать жестко, как я почему-то сказал. И там я говорил, чем больше проектов на старте, тем больше обиженных получилось. Ну, так, потенциально обиженных. — Поэтому вот нынче мы отстаивали-то. И, может быть, это все-таки возымеет действие, что тот, кто даст, а надо еще и судить и по прошлому году, мы надеемся на это, что тот, кто даст вот больше всех заявок, следовательно, значит... — Как бы может рассчитывать, чтобы больше из них стали победителями, да. — Ну, хотелось бы. — Но пока эта цифра неизвестна, сколько будет победителей, да? — Да, не могу. — Там какой-то квоты-то нет такой, что вот жестко, что Кировская область, там вот 10 и все? — Нет, есть не менее 15, они и в прошлом году, и в этом, значит, дают. То есть меньше 15 заявок не должно быть. — Не должно быть. — А сколько победителей такой, точной цифры нет, да? — Победителей нет, там было 4. Мы как могли? Деньги, например, которые нам дали, их можно было распределить на 8, на 10 или на 4, больше всем дать. Вычеркнуть, например, инициативные группы. Ну, мы не могли этого сделать. Мы наоборот... Да, и еще тогда... Есть у меня еще... — Есть, конечно, конечно. — Значит, вот новым направлением, которое объявлено в этом году... — Вы доначи, не уходите от микрофона. — Да, вот, прошу прощения, нормально, продолжите. — Новым направлением, потому что оно как бы отдельным, оно не совсем новое, это волонтерство. То есть, это вот волонтерство в рамках этого проекта или программы «Активное поколение». То есть, это волонтерские отряды. То есть, вот... — Из кого? — Пояснять. — Для чего? — Из пожилых людей. — Вот у нас волонтер в живом передаме сидит совершенно. Вот он волонтером рассказал. — Мы ведь подготовили, мы тоже грант один уже выиграли позапрошлом году, мы обучили волонтеров. Но мы не ставили целью своей постоянно действующий отряд, вот как там в Питере или где-то. А у нас задача была, и так и оказалось, потому что к нам обращались советы ветеранов. Вот как раз вы сегодня говорили-то, Николай, для своих внучков. То есть, мы обучили, значит, волонтеров, чтобы они могли помогать своим не только внукам, а там-то принцип как раз был, пожилые помогают пожилым. То есть, соседям. — Соседям, друзьям. — Да, друзьям. Вот я уже знаю, что они скооперировались уже не как отряд. Ну, например, трое их собрались или четверо, и они идут в дом-интернат. То есть, для престарелых инвалидов помогают там. — То есть, престарелые волонтеры помогают своим же ровесникам. Ну, причем престарелые, но раз они согласны этим заниматься, все равно у них внутри-то там в душе цветет. — Нет, я тебе скажу, что внутри в душе еще как цветет, а с каждым годом все сильнее цветет. Просто надо искать точку приложения. — И поэтому вот это вот направление приветствоваться будет, ну, как приоритетно. — А каким образом? Куда можно? В знания обращаться, да? Если есть желание? — Сейчас, да, все в знания. — Во-первых, до какого времени принимаются заявки на это? — Значит, да, сейчас я... — Да, по процедуре пройдемся в конце. — Значит, принимаем заявки мы до... — Сейчас, секунду. — 13 апреля, напомню, стартовал, да, старт был приема заявок. — До 22 мая. — До 22 мая, да. — Сейчас, да, ну, я помню, но думаю, да, я все-таки еще посмотрю. До 22 мая до 17 часов. — То есть, до конца дня. — До конца дня мы принимаем заявки. — Значит, после этого уже, ну, как это, никакие обиды не принимаются. — Тем более, что в этом году вот этот интервал гораздо больше. В прошлом году... — Приема заявок? — У нас меньше он получился. — Так, давайте вкратце, у нас минута остается. Далее по этапам. Что дальше после 22 мая? — Значит... — Разбор, оценка. — Да, потом консультации, то есть, вот как я уже говорил об этом, консультироваться, работать. И потом посылать в электронном виде, там все написано в пакете, кто вот вчера участвовал или возьмут у нас на сайте, значит, все там прописано. Дальше, значит, будет в течение мая, вот сейчас мы скомплектуем экспертную свою комиссию региональную. А до 1 июня мы проведем уже анализ на полученные вот эти все проекты. — И потом уже в межрегиональную пойдет, да? — И в межрегиональную уже пойдет с заключением экспертной комиссии. — А когда победители будут уже известны? — А победители будут известны после... — Вероятно, осенью уже, да? — Нет. — Нет? — Летом все-таки? — Нет, нет, не осенью, летом. — Как все, оперативно достаточно. — Очень, в том-то и дело, что все очень оперативно. — А так, конечно, я оперативно, я вот читаю, сроки реализации проекта с 1 июля по 31 января. Какой осенью они уже с 1 июля должны реализовать? — Вот, объявление результатов конкурса 15 июня. — 15 июня уже будет известна, да? — 2017 года, да, очень оперативно. — Да-да-да. А с 1 июля 2017 года уже начинается реализация проекта. — Начинается непосредственно реализация. Ну что, Владимир Владимирович, назначаем вам встречу после всех этих процедур, после выявления победителей. — После 15 июня. — Давайте снова встречаться и посмотрим, что у нас в этом году победит. — Да, все подробности, еще раз повторю, можно получить в обществе знания. Спасибо, Владимир Карабанов. Мы сейчас уже завершаем программу «Дневной разворот». До встречи в Культпоходе ровно через 20 минут.